Я вас приветствую, что в аудитории, что и вне, так сказать, на нашем семинаре, который я назвала так. Поля элементы управления в документах Microsoft Office, часть первая. То есть их будет, ну, по меньшей мере две точно, потому что по Word, по Excel уже запланировано. То есть по Excel это следующий, через месяц будет примерно. Дальше я планировала еще подключить PowerPoint, но как бы это будет в декабре. Если да, то, соответственно, третья часть появится. Значит, поля элементы управления – это очень важные как бы объекты любых документов. Они нам позволяют выполнять достаточно интересные задания, интересные действия, которые позволяют в тексте, ну, по крайней мере, что говорим по Word, в одном месте что-то записать, а потом эти данные обновлять в зависимости от либо внешнего источника, либо от внутренних ситуаций. Что мы… Да, сначала я представлюсь. Меня зовут Сидорова Елена Владимировна. Вы видите мою фотографию статусы как тренера, так и мастера по Microsoft Office 2013 года. Плюс к этому 2010-й Excel-экспертам и так далее. Стаж педагогической деятельности. То есть я в школе отработала 18 лет, плюс уже 8 лет почти работаю здесь в Центре специалистов. Ну, то есть как бы давным-давно связано с образованием. Вот. Здесь же вы видите мой электронный адрес. Если какие-то появятся вопросы дополнительно, там, пожелания и так далее, можно будет спокойненько писать, так сказать, письма. Вот. Далее направление курсов, которые я веду. То есть в основном это сейчас Excel. Первый уровень очень редко, второй, третий – это основное. Word, соответственно, также первый, второй. Второй – это два курса, которые разработаны, ну, методические пособия разработаны мной, то есть от моей родные курсы. Соответственно, PowerPoint. И очень редко сейчас ставят базовую компьютерную подготовку, но, скорее всего, когда преподаватель в отпусках, да, является. Ну, иногда можно попасть. Что касается нашего семинара сегодняшнего, то есть какие основные темы мы будем рассматривать. Мы поговорим с вами о списках, о нумерованных, маркированных списках с нестандартной нумерацией. Ну, то есть необычно там 1, 2, 3, да, точки, тирешки и так далее, а что-то особенное. Вот. Поговорим о том, как выполняется нумерация страниц в документе, какие есть проблемы, а может быть, наоборот, что-нибудь интересненькое, новенькое для вас будет. О том, как в колонн-титулах, где и ставится нумерация страниц, как использовать обновляемые поля. То есть кроме номер страницы, что можно там сделать и, соответственно, туда ввести. Ну, и, соответственно, поговорим о том, как поля можно использовать не в колонн-титулах, а в тексте документа. То есть какие возможности будут, какие проблемы можно будет решать с помощью этих полей. Ну, и немножечко затронем тему элементов управления форм, такие как флажок, список, календарик, выпадающий там и так далее. Сначала покажу пару примеров по первой теме. Списки с нестандартной нумерацией. Что может быть? Ну, например, маркированный список, где маркером является преобразованная фотография. Ну, логотипы в данном случае Microsoft Office. Нестандартно. Далее. Очень часто в русских документах нужна нумерация типа АБВГД. Народ не находит эту нумерацию, то есть не знает как. Видит АБЦД и все. И приходится пользователям писать это все руками. А скобочка текст, Б скобочка текст, а потом начинаются проблемы в исправлении. Вот. И третий пример, что-нибудь подобное мы сделаем. Посмотрим, как в многоуровневом списочке можно использовать, допустим, нумерацию типа первый, второй. Вот. Или можно будет, мы потом посмотрим тоже, написать вместо первой, второй вот эту фразу. Первый уровень, второй уровень, третий уровень сделать не как текстом, а завить в номер. То есть будет написано уровень 1, как номер. Дальше прописывайте название. Уровень 2, как номер. Прописывайте название. И так далее. Вот. С этого мы и начнем. Для этого задания у меня как бы подготовлен файлик. Надеюсь, кому нужно или кто успел, скачали. Я тоже у себя из папочки забираю. Файл так и называется, списки. Вот. Чтобы не вводить вручную эти элементы, я их заранее подготовила. Итак. Для первого списка мы с вами попробуем вариант изменения маркера, преобразования картинки в маркер. Но сначала давайте вспомним. У нас с вами в списке бывают трех видов. Нумерованный. 1, 2, 3 или АБЦД. Маркированный. Точечки, тирешечки, картиночки и так далее. И многоуровневый. Когда несколько подуровней от 2 до 9 максимально. Так вот. Нумерация происходит в Word с помощью вот этих вот трех кнопочек в группе абзац. И так как у нас текст уже набит, набран, нам необходимо выделить этот кусочек текста. Итак. Выделяем текст, который будет списком. Открываем первый из этих трех кнопок маркеры. И видим, что здесь стандартная маркировочка какая-то, галочки, вот эти стрелочки. Нам нужен новый. Поэтому определить новый маркер. Маркером можно сделать либо символ, либо рисунок. Если я открою символ, я увижу вместе с вами стандартное окошко вставка символов. Использовали когда-нибудь? Да. То есть всякие там галочки, палочки, звездочки и так далее. Вот. А мы с вами не в это окошко пойдем. Мы нажмем на кнопку рисунок. Соответственно, кнопка рисунок подключает нас с вами к проводнику. И у кого наши файлы, открываете папочку. И там есть картинка Office 2016. У кого не наша, в принципе, это не проблема. Забираете любую фотографию, которая у вас есть на компьютере. Итак. Значит, мы берем фотографию. И видим сразу, что программа нам уже выполнила преобразование нашей фотографии в маркер. Соответственно, жмем на кей и получаем вот такую нестандартную маркировочку. Бывает так, ну в данном случае случилось. Смотрите, у нас рисунок, а рядышком сразу текст. То есть прилипли друг к другу. Это настройки списка, которые называются отступы. Отступы можно выполнить через правый щелчок по маркеру. Изменить отступы в списке. Вот здесь. А можно побаловаться и просто сделать следующее. Вот этот вот маркер на линейке просто оттащить вправо. По чуть-чуть. Хотя я обычно на курсах не рекомендую линейкой пользоваться. Ну, здесь вот можно поиграть немножечко. С отступами. Давайте посмотрим. Правая кнопка мыши на любом маркере. Правая. Изменить отступы в списке. Нашли? Нашли. Здорово. Итак, положение маркера 1.26. Смотрите. Наш маркер начинается в положении от поля 1.26. Далее. Отступ текста 1.9. Смотрим. У меня. Значит, что у нас получается? Вот, 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 вот. 2.5. Значит, плюс 1.20. Да? Ну, то есть где-то вот здесь. Вот. А, это же у меня нестандартный. Да. То есть вот здесь вот было 1.9. Вот оно. У меня там и начинался текст. Я просто его сейчас сдвинула сама. То есть вот здесь можете менять значение. Соответственно, он будет также меняться. Кстати, символы после номера, знак табуляции стандартный. Можно изменить на пробел. Иногда спрашивают, как от табуляции избавиться в номере. Вот оно где. А зачем? Ну, если останется время, я вам могу показать потом. То есть на пробел можно поменять. Нажать на ОК. Все. То есть вот это изменение. Теперь по поводу списков типа первый, второй и так далее. Давайте мы сделаем следующее. Вот этот наш списочек. Скопируем. Вниз вставим. И выделим вот этот второй блок. То есть повторяющийся. Снова с Word2 по OneNote. И далее зайдем в кнопку номер 2. Маркер. Нумерация. И снова пойдем. Определить новый формат. В данном случае номера. Список под названием нумерация. Где по стандарту стоит 1, 2, 3. Откройте его. Я думаю, что в этот список заходили не все. Или заходили, но останавливались на каких-то первых положениях. А если дойдем до самого конца, мы увидим ту нумерацию, про которую я вам говорила, АБВГД. Самый-самый конец. И давайте для красоты мы с вами в поле формат номера, вот здесь, точечку поменяем на скобку. Когда вы работаете с полем формат номера, здесь можно делать изменения. Текст писать, что-то стирать, но никогда не трогайте поле серого фона. Мы сегодня очень часто будем на это обращать внимание. Все, что написано в сером поле, это обновляемые поля, то есть это обновляемая информация. Стерли, написали буковку А вручную и посмотрите, что у меня в образце. Везде ААА. То есть все, это уже не обновляемая, это постоянный текст и уже никакой номер у нас меняться не будет. Если такое произошло, в данном случае мне что нужно сделать? Мне нужно снова войти вот в этот список нумераций и снова выбрать обновляемые поля. Правда, иногда, когда много действий делают, иногда вернуться невозможно, и тогда приходится все это вообще с нуля делать. Поэтому очень четко. Серые поля уничтожаем в крайнем случае, если вы на 200, на 300% уверены, что это вам нужно. Итак, нумерацию поставили, скобочку ввели, окей, нажали, и вот нам программа Word преобразовала списочек, нужный нам. Ну и помните, да, я думаю, что все со списками хотя бы с какими-нибудь работали. Если нам нужно что-то ввести дополнительно, мы просто встаем в конце передущего элемента, жмем на Enter, появляется другой номер и так далее. Это, так сказать, признак хороших списков, которые нам позволяют менять нумерацию при добавлении или удалении новых элементов или старых удалений. Кстати, кто знает, как определить, это хороший список или нехороший? Так. Расскажите, когда мы захотели, чтобы на АБВГД поменять. Сейчас расскажу еще раз. Да. Вот. Слушатели вебинара, пожалуйста, подключайтесь, вопросы на самом деле интересные. Вот смотрите, я АБВГД сейчас поставила через список, а теперь смотрите здесь. А, ну, только большая буква, это не важно, там чего-нибудь, чего-нибудь. Enter, B, тын, тын, тын. Вот. Если я это все преобразую, там абзацные настройки сделаю культурно. Вот так. Ну, и не обращайте внимания на большие и маленькие буквы. Похожи же в списке? Вот. Но первый список у меня будет обновляться, а второй нет. Вот. Смотрите, как узнать можно. Если я использую control, а выделить все. Заметна разница? Правильные списки никогда в выделение номер не попадает. А в неправильных, это же текст, он всегда выделится. То есть вот так в чужих документах или в своих, может быть, в каких-то старых, вы можете быстро определить это правильный или неправильный список. Вот. Если мне нужно, допустим, вот этот текст сделать также нумерацией, как раз к вашему вопросу, да, я его выделяю. Открываю. Номер. Определить новый формат. Нумерация. Ну и там чего-нибудь еще. Ну, допустим, словами первый, второй. У меня будет седьмой, восьмой, девятый. Айбы остались, это же текст. Он их не может никуда скинуть. То есть придется еще и от этого избавляться, действительно. Вот. Вот такая ситуация. С нестандартной нумерацией, которая уже заложена в списке номеров. А дальше мы посмотрим на многоуровневый список. Название групп курсов и, соответственно, подгруппы. Сами курсы. Ну, о том, что этот текст можно преобразовать в многоуровневый список, говорит нам с вами следующая позиция. Первый уровень в позиции слева. Второй уровень чуть-чуть правее. И здесь правее, и здесь правее. На одной и той же расстоянии. Как, кстати, вот этого добиться, чтобы у меня вот этот текст был чуть-чуть правее? Это сам текст. Это сам текст пока. Табом можно, да, только не пробелами, да. Табом можно. Можно зайти вот сюда, сделать абзацный отступ чуть-чуть побольше, да. Вот. Можно, да, воспользоваться линейкой. А можно вот здесь вот на вкладке абзац, в группе абзац, воспользоваться кнопочкой, которая называется увеличить отступ. Это аналог клавиши ТАП. И вот как раз эти две кнопки, они работают в многоуровневом списке на повышение, понижение уровня. У нас это заранее сделано. Сейчас, кстати, посмотрим, как это произойдет. Как этот текст переобразуется в список. Давайте выделим список. Открываем кнопку многоуровневый. И пока любой из вот этих многоуровневых списков библиотеки только не там, где написаны заголовок 1, заголовок 2, там разделы и так далее. То есть просто обычный списочек. Видели? То есть если текст правильно подготовлен, произойдет следующее. Если текст не подготовлен, то есть я сейчас вот обратно все пытаюсь вернуть. То есть вот этих сдвигов нет. Обычный текст. Вот так. Да, то тогда при выделении и при применении многоуровневого списка у меня все эти тексты будут одного уровня. То есть на жирность программа не реагирует. Что в этом случае? Да очень просто. Выделяете вот эти кусочки и либо кнопочка вправо, либо клавиша таба. Выделили таба. Выделили таба. И второй уровень, соответственно, организуется сам. Также можно вернуть. Только назад кнопочка здесь логическая, а на клавиатуре это shift-таба. То есть shift-таб – это, соответственно, повышение уровня. Таб вправо, shift-таб влево. Ну и не зря на клавиатуре таб у нас стрелки нарисованы. Внизу вправо, вверху с shift-таб влево. То есть вам подсказка. Итак, мы создали обычный список многоуровневый. Теперь давайте попробуем его преобразовать в необычный. Для преобразования не обязательно выделять весь текст. Достаточно встать в один из уровней. Но для того, чтобы себя не запутать, я обычно предлагаю всем вставать в первую строчку. Вот там, где написан первый номер. Потому что если встанем в середину, иногда он начинает преобразование с этой строчки и ниже, а выше не захватывает. Ну, глюк какой-то происходит в программе. Итак, встали в первую строку или выделили текст. И открываем снова многоуровневый список. Определить новый многоуровневый список. А предложение будет пока такое. Сделать так, чтобы первый уровень был синенькой единичкой с точкой, а второй пока с цифрами с буквами. Первый, второй, третий. Ну, тоже синенький, с курсивом, с подчеркиванием. Вот эти моменты посмотрим. Так. Вот он. Итак. Вот в этой вертикальной колонке мы можем определять номер уровня, который будем менять. Пока у нас первый. Чуть ниже. Поле формат номера. Один точку мы менять не будем, то есть нам нужна арабская с точкой. А вот кнопочка шрифт, мы ее открываем. Ну, давайте сделаем так. Сделаем полужирный. Размер шрифта менять не будем. Цвет текста какой-нибудь синенький. Ну, или любой, который вам понравится. Окей. И переходим на уровень 2. По правилам многоуровневости программа повторяет номер первого уровня и добавляет второй номер, номер второго уровня. По моей задаче, нужно ли нам сохранять вот эту первую единичку? Нужна ли ссылка на первый уровень? Зачем? А давайте вот так еще раз покажу, что нам нужно будет с вами. Увидели, да? Первые. А это первый, второй, третий – это нумерация вот этого уровня или уже уровня номер 2? Подуровня. Да ведь? Соответственно, нам первая единичка не нужна. И только в этом случае, когда вы уверены, что первая цифра не нужна, вы можете ее стереть. Причем, что интересно, когда вы начинаете стирать дилитом или бэкспейсом, он не сразу стирается, он сначала его выделяет. То есть программа предупреждает, что здесь аккуратно нужно работать. Итак, первую стерли, вторую оставили. Ну, и теперь давайте у второго уровня поменяем стиль номера. Нумерация для этого уровня не 1, 2, 3. А там где-нибудь списка найдите. В списке первый, второй. С икратками. Ну и снова в шрифт. Шрифт. Допустим, полужирный курсив. Каким-нибудь цветом. Ну и я еще добавила в образце подчеркивание. Подчеркивание. Окей. Смотрим обязательно на образец, что у нас с вами получилось. Теперь вопрос вот здесь. А что с этими творить? У нас их нет. То есть, в принципе, вы можете здесь ничего не делать. Но на всякий случай, если вы боитесь, что кто-нибудь нажмет на тап и получит вот такую вот неприятную картину, как здесь, вы можете просто в каждый уровень зайти и отменить нумерацию, то есть, почистить вот это поле, формат номера. То есть, можно вот так. Третий уровень встать, вот здесь вот все удалить. Четвертый встать, здесь все удалить. Не обязательно, но можно. То есть, почистить вот эти вот позиции. И дальше тот, кто будет работать с этим списком, будет наживать клавишу таба или переход на новый уровень. Никакой нумерации в этих уровнях видеть не будет. У меня правильный 7 получился. Первый, второй, третий. Первый, второй, третий – это где? Ну вот, первый, потом первый, третий. Там проделывается лучше. А, это нормально. Это нормально, я же еще на кей не нажмала. Я еще не вижу, что у меня получится. Возможно, у меня так же будет. Сейчас объясню, почему. Видите, у меня тоже широкий. Вот, а произошло это потому, что когда мы настраивали уровень номер 2. Сейчас, может быть, и не получится. Мы не обратили внимания вот на эти позиции. Что такое отступ номера на 0,63? Это положение от поля до наших вот этих вот цифр 1,2. А дальше вот это расстояние, откуда получается. Из-за настройки отступ текста. Отступ текста 1,4. Видите, сантиметра? Давайте-ка на линии. Ну, вот у меня, вот здесь. Вот здесь. Давайте посмотрим. 1,4. Вот она позиция примерно где. И посмотрите, где моя вот эта сейчас рамка проходит. На точке, которая отвечает за 1,2. Вот здесь вот видите, заканчивается. То есть она находится в том месте, где еще номер прорисован. Соответственно, а дальше список работает так. Если я не попал в указанную позицию, я от нее должен отступить на позицию таба. А это 1,25 сантиметра. Как красная строка останавливается. Соответственно, наш текст переходит вот сюда на 1,25. И вот здесь вот начинается. И помните, я вам чуть раньше говорила о том, как поменять таб на пробел. Вот этот фокус может сделать так, чтобы вот этот текст станет ближе. Либо вы можете сделать вот так. Отступ текста не на 1,4, а вот здесь посмотреть, увидеть. Ну, допустим, на 1,75 или на 1, сейчас посмотрим. 1,5 как? Ну, вот на 1,75 или на 1,6. Нормально будет? Вот. Можете прямо вот здесь вот исправить. 1,6, например. Нажать на ОК и получится более близко. Либо табуляцию поменять на пробел, и тогда он вообще близко встанет. Кстати, хороший вопрос задали. Это очень часто нервирует. Почему текст здесь в рядышком, а потом он скакивает там далеко-далеко. Отлично. Давайте, опять же, этот списочек скопируем. Можно прямо с заголовком. Ставим ниже куда-нибудь. Ну, и по правилам подряд идущих списков он нумерацию продолжает. Если вам нужно нумерацию сделать здесь нуля, то есть вернее, соединиться, да, то правая кнопка на четверке. И настройка называется начать заново соединиться. То есть это не продолжение списка, а начало нового списка. На четверочке правая кнопка начать заново соединиться. Вот, и я предлагаю сейчас сделать вам следующее. Вместо вот этого первый, второй, первый, второй, первый нумерацию сделать вот такой. Уровень 1, ну, потом этот текст потом подотрем. Уровень 2, уровень 3. Готовы? Итак, снова встаем в первый абзац нашего списка. Снова идем. Многоуровневый список. Определить новый многоуровневый список. И переходим в уровень 2. Давайте сбросим, или пусть останутся настройки шрифта. Значит, нам необходимо сделать следующее. Первый, второй поменять на просто 1, 2, 3. Итак, заходим в нумерацию для этого уровня. Выбираем 1, 2, 3. И перед числом 1 прописываем слово уровень. Уровень. И пробел. Сразу видите, как нумерация поменялась. Вот здесь. Все. Жмем окей. Пожалуйста. Ну, а дальше, если хотите совсем чисто, чтобы было, вот эти тексты нужно будет, правда, вручную удалить. Как еще раз таб на пробел менять? Сейчас покажу. Таб на пробел лучше всего менять на правый щелчок мыши. Изменить отступы в списке. Только сейчас посмотрим, как он на многоуровень из списка будет реагировать. А, ну все нормально. Он вышел в настройку. Значит, нам нужно где сделать? Изменить позицию с таба на пробел. Есть эта настройка здесь? В этом окне? Не видно. Смотрите. Нажмите, пожалуйста, на кнопку больше. Вот они. Дополнительные настройки, про которые мало кто знает. Да, вот она, да. Знак табуляции поменяет на знак пробела сразу. Там попроще, потому что список был одноуровневый. Вот, сразу туда попадал. А здесь для каждого уровня нужно свои настройки делать. Вот, да, и стало все опять же близко. Вот такие манипуляции можно выполнять со списками. Маркеры свои какие-нибудь интересные воспроизводить. Нумерацию выбирать из списка дополнительных настроек. Или вообще ее делать свою. Можно вот здесь в первом уровне дописать была, допустим, программа, первая программа, вторая, так далее, там, ну и так далее. Все, что угодно. Главное, еще раз напоминаю, текстовые, вернее, обновляемые поля серые не удалять в настройках. Отлично. Ну что, первую часть мы с вами завершили. Закрываем. И переходим ко второй части нашего семинара. Использование нумерации документа. Вот. Значит, к сожалению, черт, картиночка у меня тут не очень красивая. Получилось, но может быть... Увидим. Сейчас откроем. Смотрите, у меня здесь на картинках три вариации нумерации. Это в нижней части, в серединке единичка с тирешечками. Ну, то есть тире, один, тире. Второй вариант. Второй вариант вот такой. Нестандартный. Нумерация страницы идет горизонтальная. Видите? Единичка. Вот она прописана. Один. С черточкой. И находится она где-то в правом поле. То есть даже не в колонн-титуле, где они обычно сидят. И третий вариант. Снова нижний колонн-титул, где картиночка такая. Опять не видно, но я вам как бы пропишу, что там было. Написано страница вторая из двенадцати. То есть нестандартная нумерация. Вот. Значит, поговорим о том, как это делается на примере следующего документа. Значит, у нас документ называется «Гуава чистый». Вот. Если у кого-то нет этих документов, значит, берете любой документ вашего компьютера, состоящий из нескольких страниц. Итак, есть некий документик. Ну, здесь у меня титульный лист проставлен, там текст разбитый на страницы, ну и так далее. Стандартная нумерация строится достаточно быстро, просто через вкладку «Ставка». В группе колонн-титулы у нас есть специальная кнопка, которая так и называется «Номер страницы». И дальше мы выбираем внизу, вверху, на полях и в каком месте, в каком виде. Ну, то есть, допустим, стандартная на внизу страницы, по центру, например. Это простой номер 2. Вот она. Открывается раздел колонн-титулов, соответственно, и вот оно пошло, пошло, пошло. Как вам такой вариантик? Что-то там 1, 1, 1, 1, вообще непонятно где что. Видно? Вот. А я вам расскажу сейчас секрет нашего документа. Вот. Этот документ создавался так. Ну, текст написанный, как бы разбивочка произошла на разделы через... В курсе? Разрыв страницы, раздел, следующая страница и так далее. Так вот. С нумерацией в этом случае следующий глюк часто, очень часто возникает. Если мы разбили документ на разделы до того, как создали нумерацию, она каждый раздел начинает нумеровать заново. И исправлять это все можно только вручную, в каждый раздел заходить, в каждом разделе там убирать какие-то настройки, и это очень-очень плохо. Поэтому, если у вас такая ситуация есть, что вам нужно документ пронумеровать и разбить на разделы, нужно соблюдать следующий порядок. Сначала создать нумерацию какую-нибудь, и только после этого начать разбивку на разделы. Ну, я предлагаю сделать следующее. Давайте мы вот эту частичку на странице второй, да, вот, после этого, до плодов. Просто скопируем, вставим в новый документ. И попробуем здесь, как бы, с чистого листа начать. А что? Нумер какой-нибудь задать. То есть выделяем текст, копируем в чистый документ. Вставляем. А, в другой числе. В другой, да, 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 то есть с нуля, с нуля. У меня как-то было что-то, я мучилась, там, где-то продлила, заходила, что-то удаляла всю нумерацию, потом, в этот замок, он мне прислал, как душ. Да, 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 вот. Мало того, в этом случае у нас еще нумерация вообще с нуля может начинаться в некоторых разделах. Это тоже проблема. Итак, есть текст, не разбитый на разделы, то есть сплошной пока. В нем сначала мы создаем нумерацию. То есть вставка, номер страницы, ну и допустим, опять же, внизу и какой-нибудь из вариантов. Выходим из раздела колонн титула, либо кнопочка закрыть окно на ленте, либо просто двойной щелчок где-нибудь по тексту, то есть вне колонн титула. А вот теперь можно поразбивать. Давайте сделаем так. Растение пойдет на как один раздел, листва как второй, цветы как третий, плоды как четвертый. Встаем перед словом растения. Вкладка, где она у нас тут? Подождите. Макет. Да, это 16-я версия, поэтому раньше вкладочка называлась разметка страницы, то есть для других версий. Итак, в 16-й версии вкладка макет. Кнопочка разрывы. Мы создаем новый раздел, поэтому разрывы раздела, следующая страница. Один раз. Теперь перед листвой также. Разрывы, раздел, следующая страница. А вот перед цветами мы сделаем следующее. Мы нажмем кнопку F4. Это то, что вы мне сильно на Excel предлагали. И перед плодами встали, нажали на F4. Замечательная кнопка в Word перед плодами. Ну да, перед названием. Да, перед заголовочком каждого раздела встали и нажали на F4. То есть кнопка F4, она дублирует предыдущую операцию. Мы выполнили разрыв раздела. Вот он этот разрыв раздела и повторяет. Допустим, выполнили назначение формата. Для следующего фрагмента F4 нажали, он точно так же отформатировал. То есть возьмите на вооружение достаточно интересную кнопку. Вставка... Ой, где-то там надо искать, на самом деле. Можно. Вот здесь, по-моему, да, в страницах. Вот здесь, да? Да, да, да. Но я думаю, что вы все знаете, что многие операции в наших программах выполняются многими способами. Но вот все способы знать фактически невозможно. А я ошибка, что больше. Ctrl-Enter. Да, Ctrl-Enter. Это разрыв страницы, но в текущем разделе. А нам важно сейчас, чтобы разрывы разделов были. То есть чтобы несколько разделов. Но иногда почему-то не срабатывает. Не могу понять. Бывает такое, что он же должен закрепляться наверху. Начинаешь что-то отбиться, а вот смотришь, что на середину у пола. Бывает, а это все нам с вами, смотрите, что может помочь в этом случае. На вкладке «Главное» есть кнопочка «Непечатаемый символ». Используете ее в работе? Да, я смотрю, но я не учу. Вот, значит, смотрите. Нет, я для интереса просто смотрю, что это. Это здорово. Вот вы не зря собираетесь на Word 2. Вот там все-все-все подробно. Вот, то есть там мы будем говорить о том, что такое непечатаемые символы, как они выглядят, за что отвечают, как с ними бороться. Вот, а у вас что, скорее всего, происходит? У вас, скорее всего, вот здесь вот добавляется, ну, я как бы сейчас сделаю, вы не повторяйте. Допустим, разрыв страницы. Где-то вот был. Видно? А, да, вот я его удаляю. Да, да, да. Когда начинаете печатать, допустим, стоя вот здесь, видите, он начинает прыгать. А если правильно, то лучше всего находиться вот здесь, тогда он будет смещаться. И текст оставаться на своем месте. Вот оно. Еще иногда, когда ставишь много точек и нажимаешь Enter, да? Ага. Ну, иногда перерабатываю текст, да? Я разными цветами обрабатываю. И вот посередине я ставлю точечки и Enter нажимаю. И идет сплошная волоса, которая... Жирная. Да. Да, это тоже глюк. И я вас не боюсь. И приходится все вырезать, удалять. Я вам скажу, вы просто зря вот эти точечки делаете. Это они вам. Так я ей говорю, 4-5 поставишь, а я так нажал, и я уже потом встала, в ночечке, там, запятыми с чем-нибудь. Да, все правильно. Итак, сделали. Теперь посмотрите, с нумерацией все нормально? А мы ее заранее вставили. Да, то есть вот 1, 2, 3, все хорошо, да, ведь? То есть вот здесь нашей первой проблемы не было. Все здорово. Отлично. Теперь, значит, что делать, если нам нужна какая-то нестандартная нумерация? Например, вот этими стирышечками, стильдами, там еще с чем-нибудь. Или вот эта страница такая-то и стальки-то. Давайте вот этот вариант посмотрим. Значит, у нас уже нумерация какая-то есть, нам нужно вернуться к ней. Двойной щелчок по нумерации либо вставка нижний колонн-титул и куда-нибудь там изменить колонн-титул, но это долго. Ну, либо по номеру просто дважды щелкнули. То есть он вас вернет в режим колонн-титула. Во-первых, что нужно сделать? Нужно сделать так, чтобы первая страница нумеровалась не единичкой, а двойкой. У нас обычно титульные листы первые. Вот, если вам это необходимо сделать, либо вы вставляете титульный лист в этот документ, и он сам нумерацию может поменять. Либо, если вы знаете, что титульный лист вы будете оформлять в другом файле, как отдельный файлик, такое тоже бывает, да, то тогда здесь вы на этом темном фоне, на сером, правой кнопкой мыши заходите в команду изменить, простите, формат номеров страниц. И говорите, что мы будем начинать не с единицы, а с двойки, да. Но это нужно делать именно на единичке, на первой странице. Окей. Все. Вот оно. Начать с двойки, да. Начать с двойки. Этот фокус можно еще использовать в том случае, если, допустим, у вас формируется какой-то многостраничный документ из разных файлов. Ну, то есть книгу собирают из разных рассказов. Первый рассказ, допустим, 16 страниц, второй должен начаться с 17. А этот второй рассказ писал другой автор. И вот тот другой автор может сделать что? Нумерацию страницы начать с 17, чтобы потом все в одну книгу нужно было скомпоновать. Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно с вами дописать перед двойкой слово стр. То есть все, что в колонн-титулах пишется вручную, повторяется в неизменном виде на каждом листе. Соответственно, с этой Ре, с точкой, с пробелом мы пишем руками. А двоечка – это обновляемый номер страницы, мы его не трогаем. А за двойкой пишем пробел из пробел. И дальше нам нужно сюда вставить снова обновляемую информацию. Общее количество страниц в документе. И этим самым мы с вами переходим к новой части работы с колонн-титулом. Это вставка полей в колонн-титул. То есть нестандартная нумерация. Любые поля, с которыми мы будем дальше продолжать работать, они вставляются через кнопку «Экспресс-блоки» команду «Поле». Если вы работаете с колонн-титулами, на вкладке «Конструктор» эта команда есть. Вот она. Вот «Экспресс-блоки» и, соответственно, там кнопочка «Поле». Но вы можете об этом забыть. Можно будет помнить одно место. На вкладке «Вставка» группа «Текст» в конце. Там также есть команда, которая называется «Экспресс-блоки». Итак, вкладка «Вставка», группа «Текст», «Экспресс-блоки». «Поле». В диалоговом окне, который вы открыли, находится очень много, большой список полей обновляемых. К сожалению, для нас, для многих, название идет на английском языке. Правда, описание, если вы выберете какой-нибудь внизу, пишется по-русски. Но есть возможность немножко упростить свою работу, если вверху в поле категории вместо «Все» вы выберете конкретную категорию, где, скорее всего, скрывается ваше поле. Вот как вы думаете, из этого набора номер, вернее, количество, общее количество страниц в файле, в какой категории может находиться? Хорошо, давайте проверим. Нумерация. Нет. Здесь есть поле «Page», которое отвечает как раз, как циферку 2 бы мы вставляли. Это номер текущей страницы. А вот общее количество, смотрите, я не случайно сказала, в файле – это раздел о документе, то есть вся информация о документе. Нашли? А поле наше называется «Num Pages». Справа вы можете выбрать формат, но мы выбираем обычный арабский номер. Посмотрите, флажочек «Сохранять формат при обновлении». Это для нас тоже нормально. И жмем на «К». То есть мы с вами получили обновляемую информацию. Если у меня в документе будет добавляться номер, вернее, количество страниц, он будет все это пересчитывать. Давайте проверим. Выходим в обычный режим. В обычный режим двойным щелчком. Ну и добавим, допустим, одну страницу где-нибудь. Можно в конце. Можем, да, можем встать. Допустим, вот здесь вот через Ctrl-Enter разбить текстовочку там на две страницы. Здесь именно через Ctrl-Enter, потому что я новый раздел не хочу создавать. Да, да, да. Вот это еще один глюк, который вот я до сих пор не могу как бы сообразить, почему. Семь-шестью. Да, он возникает. Иногда бывает так из-за того, что… А, нужно обновить где-то, надо нажать. Сейчас, да, 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 сейчас посмотрим. Иногда не срабатывает обновление. Номер страницы со второй начали. Да, 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 да. То есть здесь он как-то сработал. Не, ну правильно, шесть страниц. Шесть страниц, все правильно. Да, 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 да. А у нас со второй страницы. Вот, возможно, сейчас попробуем сделать следующее. Нет, нет у нас здесь нумерации. Ну, то есть вот этот момент нужно будет опять же просматривать, нужно нам или не нужно. Лучше всего титульную страницу сюда, и пусть он нумерует сам это все. Да, сколько страничек. Да, 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 да. Ну, то есть вот эти вещи нужно будет просматривать. Теперь, что хотела еще показать. При работе с колонтитулом иногда нам необходимо следующее сделать. Ага, не получилось. Видно, фотографию не ставила. Ну, ладно, я вам покажу в другом месте. В другом месте, который выглядит вот так. Шикарная вещь, сейчас посмотрите. Видите? Заголовочек. Растение. Температура. Почва. Плодоношение. Видно? Да, в колонтитул выходит заголовок раздела. Причем он сюда заходит автоматически. Можно, конечно, взять и руками прописать. Ну, это столько мороки. Отключать. Каждый раздел. Каждый раздел. Вписывать. Делать еще разрыв с предыдущим разделом. Что он делает, опять же, автоматически. Так вот. Этот фокус мы сейчас можем выполнить с вами быстро, сами, без всяких проблем. Делается следующее. Для того, чтобы текст попал, мог попасть автоматически в колонтитул, мы его должны каким-то образом оформить. Чаще всего для этого применяют стили заголовков. Первого, второго, третьего уровня. Использовали когда-нибудь для создания структуры? Да. Вот, давайте так. Растение выделяем. Несколько вариаций показываю. Первая вариация такая. В списке стилей мы ищем заголовок один на вкладке «Главное». И выбираем. Кстати, опять же, на втором уровне мы обязательно проговарим о том, что у нас есть область навигации, которая автоматически формирует структуру документа при использовании вот этих стилей. Заголовок один. Вот, видите, растение попало сразу. И эта же структура потом автоматом попадает в оглавление, о чем мы сегодня с вами тоже, так сказать, в кулуарах говорили. Итак, это первый вариант. Вид и флажочек навигации. Область навигации, да. Далее, второй вариант. Применение стилей заголовок – горячие клавиши. Листву выделите, нажмите Ctrl-Alt-1. Ctrl-Alt зажали, единичка из основного ряда – это номер уровня. Первый, второй, третий уровень спокойно можно нумеровать. Вариант номер 3 – это то, что мы с вами уже делали, клавиша F4. Не всегда работает, сразу говорю. Может и не сработает. Следующий вариант – это формат по образцу. Я думаю, этот вариант вы тоже когда-нибудь использовали, может быть, для других задач. То есть выделили двойной щелчок по кнопке формат по образцу и поехали выделять следующий. Раз выделили, два выделили. До тех пор, пока не выделите все, что нужно. А у меня почему-то всегда сбивается формат по образцу. А я вам сказала? Один щелчок – одноразовая покраска. Двойной щелчок завязали на шланг. Вот каждый раз. Вот это я приспособилась на втором сразу и щелкнула. Опять по образцу и пошла дальше. Вот. Все понятно. Отлично. Двойной щелчок и привязались, так сказать. Отвязаться с эскейпом или еще один раз нажать на кнопку формат по образцу. Вот. Сделали. А теперь давайте зайдем в верхний колон титул. Двойной щелчок – верхний колон титул. И сюда, встав в левую часть, ну, то есть как бы по умолчанию, мы сделаем с вами следующее. Либо конструктор экспресс-блоки, либо вставка экспресс-блоки. Ну, давайте с конструктора пойдем. Экспресс-блоки, поле. И наш вариант категории называется «Связи и ссылки». То есть нам нужно связаться со стилями. Категория «Связи и ссылки». И поле у нас называется «StyleRef». То есть ссылка на стиль. Нашли в самом конце? Итак, еще раз. В колон титул вошли? Ага. Двойной щелчок – вошли. Вошли. Конструктор, видите? Открываем вкладку, вернее, группу «Вставка экспресс-блоки». Нашли. Поле. Итак, категория «Связи и ссылки». Поле называется «StyleRef». И вот здесь вот в «Имя стиля» нам необходимо выбрать тот, который мы применили. Заголовок 1. Заголовок 1. Окей. Все, колон титулы можно закрыть. А у меня была нумерация, там она тогда раздавалась. А, нумерация в верхнем колон титуле? В колон титуле? Да, конечно. Конечно. Эти вещи нужно либо в разный колон титул, либо каким-то образом, лучше всего, табличкой. Однострочной. В колон титуле разбивать на разные, как бы, уровни. Вот. Прямо в нижнем? Да, в нижнем можно сделать, верно. Вот таким вот образом можно делать ссылку на раздел, на название раздела. Удобно. Название главы в документе прописывается в каждом колон титуле этих страниц. Вот, на первой странице тоже написались. Почему? Потому что, смотрите, у нас вот здесь вот раздел первый, и вот здесь раздел, а, раздел второй. Да. Тогда смотрите, что у нас. Как в предыдущем разделе, видите? То есть он отсюда берет. Только сейчас не отключайте. Сейчас не отключайте, потому что как только вы начинаете отключать связь с предыдущим разделом, вам нужно будет сверху, с нуля, это все переделывать. Да. То есть, да, здорово, шикарно, но какие-то моменты потом, если неправильно сделать, лучше отменить и заново сделать, чем все это потом попытаться исправлять. Вот. Значит, таким образом мы посмотрели, как поля вставляются в колон титулы. По такому же принципу поля вставляются и в текст. То есть, допустим, мне необходимо создать титульную страничку, пусть это будет разрыв раздела перед гуавой. То есть первый. Итак, макет или разминка страницы, разрывы, раздел, следующая страница. Не будем обращать внимания на нумерацию и вот на этот заколовочек. Хочу, чтобы где-то в тексте... То есть, кстати, вот, не печатаем знаки, опять помогает, иначе курсур не встает. Видите? Вот поставят. То есть мне нужно, чтобы где-то вот так вот в тексте или на титульном листе где-нибудь внизу стояла информация о том, кто хозяин этого документа, когда он был создан, например, и так далее. Это тоже можно делать через поля. Курсорчик поставили, где вам нужна эта информация. Выбрали вкладку «Вставка», группа «Текст» в конце справа, снова кнопка «Экспресс-блоки». То есть почему я вам говорила, что через конструктор можно, но лучше всего здесь? Ну, чтобы запомнить, что все это в одном месте. Итак, «Вставка», «Экспресс-блоки», «Поле». «Поле» у нас содержит информацию о документе и называется это «Поле» «Автор». Ну, самое первое. Имя автора документа и свойств. Давайте возьмем формат, допустим, все прописные, чтобы посмотреть этот вариант. И нажмем на «Ок». Видели? Вот у меня написано «Титчер». Откуда он это все берет? Он это берет из настроек Word. Да, у вас «Админ». Да, у вас «Админ». Вот. Смотрите. Файл «Параметры». И вот она, настройка, которая называется «Имя пользователя». Если у вас здесь свои какие-то в домашних или в рабочих компьютерах настройки, значит, именно это имя попадет в свойства документа. Кстати, оно же попадает автоматически. Если вы откроете файл и посмотрите вот сюда, в сведения. Вот он, автор. Вот здесь же информация размеров килобайта, количество страниц, слов там, ну и так далее. Как вы думаете, а если я здесь изменю «Титчер», у меня там поменяется? Да. Попробуем? Правая кнопка мыши на название автора. Изменить свойства. Ну и давайте себя пишем. Что-нибудь такое. Окей. Выхожу обратно в режим работы. Смотрю. Ничего подобного. Попробуем название. А, да еще. Нужно поле обновить. Теперь смотрите. Excel. Пересчет формул. Вручную. Что нужно сделать? F9. Обновить поля. Все поля в Word тоже самое. Ctrl-A. Выделили все. Нажали F9. И вы увидите, как сюда прописалось то имя, которое вы поставили. Ну, то есть, и свойства документа, значит, все, что вы там поменяли, здесь тоже изменится. Точно так же. В свойства документа мы можем использовать какие-то готовые заготовочки. Если мы возьмем, допустим, экспресс-блог, вот здесь сразу есть свойства документа. Автор, организация, электронная почта там и так далее. Если эти данные в базе есть, ну, обычно, если это все с Outlook завязано, эта информация есть об авторе и об организации, тогда мы можем эти поля также автоматически включать. Если этих данных в базе нет, как у меня сейчас, и у вас, да, на рабочих столах вот здесь, то тогда появится просто поле, куда вы вручную будете вписывать название. Не обновилась? Не обновилась. Не обновилась? Так, вот такая админа осталась с пунктом А, и обновить. Или надо тушать? Нет. А, подождите, админ вы куда в калантитум ставили? Ставили, ставили. А, ну, как в калантитуме, вы идите теперь? А, это он не с калантитума. Ну, теперь вы видите, где в калантитуме. А, то есть надо было в калантитум? Нет, мы просто, смотрите, я-то информацию... Лучше на калантитум надо зайти. Конечно. Просто он так не заходит. Конечно. Да, то есть, смотрите, здесь смысл. Если вы работаете в тексте, вы выделяете через Ctrl-A текст и жмете F9. Если у вас информация в калантитуме, вы заходите в калантитум, там выделяете и жмете F9. То есть это разные режимы работы в документе для программы. Вот. Отлично. Хорошо, что задали вопрос. Может быть, я об этом бы и сама не рассказала, на самом деле. Вот. Хорошо. Итак, с полями понятно? В тексте и в калантитуме. То есть открываете, ставите, куда вам нужно поставить поле, открываете вставку, выбираете экспресс-блоки, выбираете поле, в какой категории находится какое поле, соответственно, куда вставляете. Ну, допустим, ничего-нибудь. Не знаю. Вот так. То есть это общее количество страниц в своем документе. То есть в некоторых документах необходимо прописать в аннотации, да, сколько страниц в документе, сколько рисунков, сколько таблиц, общее количество. Ну, вот если вы можете взять это свойство из каких-то полей, без проблем. Применяйте. Будет легче, чем пересчитывать это все вручную. Ну, а теперь смотрите, как мы плавно перешли к еще одной теме. Сейчас у меня вот здесь вставилось поле, которое фактически называется текстовым элементом управления, с которым можно работать как бы через вкладку разработчик. Мы не с ним будем связаны. Ну, что-нибудь подобное, но не конкретно с ним. Давайте сделаем следующее. Этот файлик мы с вами закроем. Сохранять нет. Решайте там сами. Можно сохранить. И попробуем с вами открыть файл договор. Сразу говорю, договор у нас такой грязноватый. Это просто скачан из интернета. Вот. Но на нем мы посмотрим некоторые магические элементы. То есть есть какой-то документ, как бы рыба, да, либо шаблон, на основе которого вы работаете. И в который вы время от времени вносите для своих целей разную информацию. Ну, то есть, например, наименование населенного пункта может меняться? Да, дата может меняться. Да, вполне. Название подрядчика, фамилия директора, гражданин, фамилия, имя. Ну, то есть изменяемая информация, мы ее можем представить в виде полей. Но сделаем мы это так. Некоторые элементы мы создадим в виде элементов управления, а некоторые элементы мы попробуем с вами вставлять с использованием специальных полей слияния. Может быть, вы слышали про инструмент слияния в документе Word? О, кстати, это, опять же, тема Word номер 2. Ну, так, небольшой ликбез я вам проведу. Итак, давайте начнем с элементами управления формы. Для работы нам необходима вкладка разработчик. По умолчанию этой вкладки на ленте нет. То есть если с ней никто не работал, ее вы не увидите. Поэтому давайте в настройки зайдем. Либо на ленте в любом месте правая кнопка «Настройка ленты», либо путем «Файл», «Параметры», «Настроить ленту». И здесь в правом списке вы должны увидеть флажочек разработчик. Его нужно будет установить. Нашли? Угу. Окей. Поставили. И давайте эту вкладочку откроем. Значит, что мы здесь видим? В центре есть группа под названием «Элементы управления». И вот здесь вот слева набор этих элементов. Так вот. Здесь есть два вида текстовых полей. Есть поле типа «Картинка», два поля списка, «Календарик», «Флажок», ну и так далее. Мы не будем все разбирать, мы просто посмотрим несколько вариаций. Давайте так. Давайте мы сделаем вот здесь вот. Выделение, где идет наименование населенного пункта. Кстати, кто у нас на вебинаре, вы можете просто опять же любой файлик открыть, можно даже в чистом месте и просто поставить курсор. А что я хочу сделать здесь? У нас наименование населенного пункта. Допустим, мы работаем только с тремя городами. Москва, допустим, там Тула и Омск. И мне каждый раз переписывать названия этих городов неудобно, не хочется. Что я могу сделать? Я могу сюда забить список, а потом буду просто выбирать, какой город мне нужен. Делается это так. На вкладке «Разработчик» в элементе управления вы выбираете один из двух списков. Их два, еще раз повторяю, это поле со списком и раскрывающийся список. Разница в том, один позволит вносить новые города в поле, а второй заблокирует тремя городами. Но нам сейчас это не сильно важно, поэтому давайте берем первый. И сразу смотрите, вот оно поле и вот она кнопочка раскрывающегося списка. Видите? Если вы на эту кнопку нажмете, пока, пока, там будет просто команда «Выберите элемент». Сюда нам нужно вбить три города. И после вставки полей мы обычно идем в настройки. Настройки здесь же кнопка «Свойства». Не все поля мы будем заполнять. Поле названия я не заполняю. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вот эти три точки видите? Помните, в предыдущем документе у меня вот здесь вот были три точки написано «Название». Вот это как раз тот текст, который пишется вот в этом поле. Вы чего напишете, туда и попадет. Ну, можно в принципе написать там «Город» или «Населенный пункт». И именно это слово попадет вот в этот заголовочек. Это просто информационное поле на текст влиять не будет. Вот. Ниже давайте возьмем следующее. Цвет. Видите заливочку? Вот. Ниже. Использовать стиль для форматирования текста. Вот этот флажочек поставьте. И создать стиль. И вот здесь вот в поле, где стоит авто, какой-нибудь цвет возьмите. То есть что-нибудь нестандартное. И окей. А дальше ниже, в самом большом поле, где написано «Выберите элемент», вы выделяете эту позицию, нажимаете «Удалить». То есть вот эту фразу нужно удалить отсюда. Изменять бесполезно. Иногда он как бы ругается на это. То есть выбрали, удалили. Дальше кнопка «Добавить» и поехали. Первый город Москва. Сейчас, сейчас, сейчас. Окошко вот это свойство открыто. Свойство открыто. Теперь вот здесь вот внизу видите фразу «Выберите элемент». Ага, окей. Жмите. Да. И возвращайтесь в то окошко. Отлично. Вот краткое имя и значение лучше не меняйте. Изменение это все приводит к тому, что все настройки нужно будет вести через Visual Basic. Сейчас как есть, так и пишите. В одном месте пишите, он сам во втором отражается. Жмете «Окей». Снова добавить, допустим, Тула. Окей. И снова добавить, допустим, Омск. Дальше в этом окне свойства элемента снова жмете на «Окей». Анна, сейчас еще раз проговорю. Да, и вот они, города у нас есть. Можете сразу выбрать какой-нибудь из них и увидеть, что он отформатирован нужным стилем. Вот. Так, значит, Анна, повторяю, смотрите. Если у вас нет вкладки «Разработчик», самый простой способ. Правая кнопка мыши на ленте в любом месте. Команда «Настройка ленты». И вот здесь вот справа найти флажочек «Разработчик», его установить. А, знаете, что может быть? Может быть, у вас 2007 версия. Вот, кстати, тоже на саметочку возьмите. Если 2007 версия, то вот этого раздела «Настроить ленту» нет. Тогда кнопочка «Офис» кругленькая. Нужно открыть параметры Word. И вот в этом диалоговом окне в группе «Общие» прямо вот здесь будет флажок, который называется «Установить или отобразить вкладку разработчик на ленте». То есть, может быть, у вас вот эта ситуация. Либо настроить ленту. А, ну все, отлично. Либо там, зато появился как бы, появилась необходимость проговорить 2007 версию. Итак, со списком понятно? Здорово. Теперь давайте попробуем вот сюда вставить календарик. Часто у нас все договора на текущий момент, да, ведь на текущую дату. Итак, я вот эту фразу удаляю. Либо можно просто поставить курсорчик, где оно вам нужно. Вот. И делаю следующее. Так, что у нас есть интересного? Угу. Это что за гусеница такая? Гусеница – это набор непечатаемых символов. Да, это неразрывные пробелы. Вот, кстати, да. Кстати, давайте вот сюда. Итак, значит, вкладка «Разработчик». Элемент управления, он во втором ряду называется «Выбор даты». Там после списков в конце. И дальше у вас открывается календарик, где можно сразу поставить кнопку «Сегодня». И при открытии этого документа всегда будет открываться сегодняшняя текущая дата. При необходимости… Еще раз. Календарик поставили? Нет. Еще, смотрите. Давайте я удалю. И так просто. Хорошо. Пока стирали, там понятно. То есть вот здесь вот. Элемент управления, выбор даты. Все, отлично. Открываете треугольничек, список, и выбираете «Сегодня». То есть всегда по умолчанию здесь будет стоять текущая дата. А если нужно подправить, выйдите вот сюда и выберите там, допустим, другую дату какую-нибудь. Сам элемент? Элемент управления. Элемент управления. Итак, разработчик, элементы управления, второй ряд, последняя кнопка. Еще один момент давайте по календарю покажу, если мне нужно, чтобы дата писалась в таком виде. 24, пробел август, да, там, 2016. Это снова изменение свойств. Свойства объекта, элемента управления. И внизу у нас будут форматы отображения даты. DDMM4Y – это наше стандартное. Можно взять вот так, 7 августа 2016 года. Вот там внизу. Итак, свойства. И вот здесь вот внизу формат даты 7 августа 2016 года. Вот. И после того, как вы примените новый формат, у вас дата будет отражаться именно в таком виде. Красиво? Очень. Вот. То есть насколько упрощается такая нудная работа? Один раз сделал. Один раз сделал, и все, да. Появился новый город, свойства зашли, прописали, и можно этот город потом снова выбирать. Вот. А теперь еще один момент покажу. Ну, не сильно подробно, потому что, простите, время уже у нас поджимает. Я проговорила, проговорилась о полях слияния. Значит, есть у нас кнопочка, вкладочка рассылки, где мы с помощью этих инструментов можем создавать быстро очень много одинаковых документов с некоторой изменяемой информацией. Но для этого нам нужны эти данные где-то занести. В отдельном файле файл это может быть экселевская таблица. Это может быть файл, содержащий вордовскую таблицу с данными. Это может быть база данных аксесса. Это может быть база, которая хранится в Outlook, то есть адресная книга с информацией. Не важно. Главное, стандартная хорошая таблица с толцами, которые имеют уникальные названия, без объединенных ячеек, ну и, соответственно, с нужной нам информацией. Вот. Что я предлагаю сделать? Я предлагаю взять, допустим, в нашей папочке файлик к договору. Я там начала писать, а потом думала, нет, лучше с вами вместе. Итак, некоторая табличка в Excel. Пока она у меня выглядит вот так. Номер, город. Правда, город тут нам не нужен будет. Это не важно, повторяется, не повторяется. Главное, заголовки не повторяются с толцов. Давайте так. Подрядчик напишем разные вариации. Ну, допустим, вот так. Так, не будем выдумывать. Подр.пробел 1. И дальше маркером автозаполтения, вот этим плюсиком, просто ее вот так скопируем. Будет второй, третий, четвертый, пятый. Сделали? Итак, написали фио-директора. Ну, давайте наш стандартный быстренько. Иванов Петров, да? Фидоров. Какой-нибудь Павлов, например. Что-нибудь коротенькое. Что еще придумаем? Ну, сур. А? Хорошо. А, БЦД, да? Можно, кстати, просто какие-то скопировать и вставить. То есть пусть дублируется. Вот. Ну, и на этом остановимся. То есть все, что нам нужно включить в этот договор, в определенные поля, мы сюда и забиваем. База увеличивается. Наша задачка просто в эту базу вбить нового подрядчика или новые какие-то данные по договору, да? А потом их отсюда автоматически вставить в нужные места каждого нашего документа. Закрываем. Сохраняем этот файлик. То есть файл должен быть закрыт. Это важно. Вот. Теперь смотрите, как это все можно вставить в наш документ. Ставлю курсор. Вот. Где должно быть, допустим, название подрядчика, организации. Курсорчик поставили. Вкладка рассылки. Кнопочка выбор, выбрать получателей. Видите? Вот она. Использовать существующий список. Или, если нужно, из контактов Outlook, если у вас все данные там. И дальше нам нужно указать, в каком файле. Ну, в нашем случае, у кого рабочий стол, у кого где. Где вы сохраняли этот файличек? Открываем. Открыли? Документ. Документ. На листе один у меня таблица. Жму ОК. И в следующем окне мне покажет... Должен показать был Word список моих получателей. Но это произойдет только в том случае, если слияние мы делаем через мастер. Сейчас нам нужно еще одну кнопочку нажать. Изменить список получателей. Вот он перечень. Что вы можете сделать? Вы можете сбросить галочки и сказать, допустим, кого вы будете брать. А можете поставить несколько, чтобы увидеть, как быстро сформируется нам сразу два, три, четыре договора. Если интересно. Выбрали. Нажали на ОК. Пока еще ничего не произошло. Идем дальше. Вставить поле слияния. И здесь, если вы нижнюю часть откроете, программа нам пропишет все заголовки. Какой заголовок нам нужен? Подрядчик выбираем. Подрядчик. И вот теперь, смотрите, серый выделился, видите? Это обновляемое поле. Если вы хотите посмотреть результат, кнопочка с лупой. Посмотрите результаты. И вот он у меня на седьмой позиции. Ну и теперь вот этим счетчиком можно прокрутить. То-то, то-то, то-то. Есть? А вот счетчик. То есть, кого вы выбирали, вот они, эти позиции есть. Вот. Вот. Дальше так. В нужных местах вы просто повторяете эти действия. То есть, нужно, допустим, директора в лице, ставите курсор, изменить, простите, вставить поле слияния, говорить в фио директора. Ну и, соответственно, во всех местах вы делаете эти, вставляете эти нужные поля. Затем, если вам нужно текущий документ пересохранить или распечатать, просто и пускайте на печать или в сохранить как. Если вы хотите, чтобы все наши вот эти вот документы, договора сейчас быстренько сформировались, нужно нажать на последнюю кнопку, найти и объединить, и выбрать команду «Изменить отдельные документы». То есть, либо напечатать сразу все, все они на принтер побегут, в нашем случае изменить отдельные документы. Естественно, все и окей. И сейчас будет фокус. Word нам быстро создал новый документ, где, смотрите, подрядчик один договор, подрядчик, где-то у нас там второй договор начинается, вот он, подрядчик четыре у меня стоит. Ну, то есть в одном файле все договора. Все варианты? Все, все, все варианты, да. Вот, к сожалению, нельзя разбить на разные документы, это не предусматривает данная программа, вернее, данный инструмент. Но зато все у вас хранится сейчас в одном файле, вы можете спокойненько сделать там поиск, выделить, распечатать там и так далее. В любой момент времени, если вы, да, этот файлик можно сохранить как отдельный документ, а вот, ну, я не буду сохранять, а вот там, где мы с вами слияние выполняли, этот документ лучше сохранить в отдельный файл. Почему? Режим слияния у вас сохраняется, в любой момент времени вы этот документ можете открыть, выбрать другой список получателей, нажать на ОК и получить уже документы с этими названиями, с этими данными. То есть вот так, опять же, один раз создали, вставили в нужное место нужные поля, необходимо для одного подрядчика и для одного заказчика сделать. Быстренько его выбрали в списке, напечатали, закрыли. Нужно другого. Вот эту заготовочку открыли, выбрали другого получателя, все открыли. Не надо выполнять этих действий, копировать, вставить, искать, куда нужно информацию, вбить руками и так далее. Все это делается автоматически. Как вам инструментик? Волшебник. Волшебник. Я рада, что вам понравилось. Да, но Word на самом деле, ну, конечно, не такая мощная программа, как Excel, но для своих документов она хороша. И ее, естественно, нужно тоже изучать, нужно ее применять в работе. Не так, как мы обычно используем, как печатную машинку, да, набрали, распечатали, забыли. А вот пользоваться мощным вот этим инструментом. Ну и напоследок я снова напоминаю, как я выгляжу, да, для тех, кто меня не видел никогда. Снова напоминаю о том, как ко мне можно будет обратиться. Ну и для рекламы у нас есть еще возможность созвониться с отделами корпоративных и физических, так сказать, лиц, для того, чтобы нам попытаться записаться на курсы, да. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что как бы семинар не прошел зря. Новые какие-то вещи узнали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok